всем большой привет ребят добро пожаловать на мой канал напоминаю что меня зовут лена по-прежнему и сегодня опять с вами у меня сегодня такое диванное балзологическое видео на тему ипотеки я думаю что если вам эта тема интересна вы конечно же будете продолжать смотреть но мне просто захотелось такого непостановочного общения диалога вместе с вами поэтому если вам интересно то давайте уже начнем и я хочу вам рассказать нашу историю как все начиналось потому что было очень много вопросов из серии почему вы взяли такую маленькую квартиру и потекали у вас либо рассрочка либо просто все за наличку и начну наверное самого начала мы жили довольно долго примерно три года на съемной квартире и конечно же в один прекрасный момент стал вопрос о покупке собственного жилья это был 2014 год и как раз таки перед кризисом мы взяли эту ипотеку на эту квартиру это был октябрь 2014 года и могу вам сказать что сейчас вот полтора месяца назад мы ее благополучно выплатили то есть получается за три с половиной года к вопросу о том почему мы взяли такую маленькую квартиру чтобы понимали на тот момент у нас не было свободных двух миллионов рублей я думаю что не у многих вернее у многих такая же ситуация когда мы просто такой суммы собрать или найти или просто вытащить из кармана из депозитов банки просто этих денег нет чтобы сразу же купить себе квартиру поэтому естественно мы задумались об ипотеке мы стали искать варианты что касается моих условий для меня основной это было север города и мне нужно было чтобы квартира была в пешей доступности от метро в принципе со всем остальным я могла смириться но естественно мы выбирали застройщика по надежности потому что все-таки это было долевое участие эта квартира студия которая 25 метров на тот момент стоила 2 миллиона 100 тысяч рублей у нас был первоначальный взнос порядка 30 процентов и естественно остальная сумма пошла в ипотеку поэтому мы взяли то что нам дал банк и то что нас имелось сложили и стали искать уже на эту сумму подходящие варианты для себя чтобы уже вписаться в это дело и начать выплачивать за свою квартиру когда эта квартира нам подвернулась мы все благополучно оформили и собственно начинается такой период ожидания когда ты живешь на съемной квартире я сейчас рассказываю как было у нас когда ты живешь на съемной квартире ты платишь за съемную квартиру и ты платишь еще из-за квартиру которую ты приобрел в ипотеку то есть ты платишь бешеные проценты банку да и квартиру тебя таковой еще нет потому что это все долевое участие и в общем даже твоего этажа еще нет но повторюсь слава богу все закончилось хорошо и сейчас там не переживем и с того момента получается прошло ровно два года в ноябре в конце ноября аж на того года мы получили ключи от нашей квартиры и собственно все еще мы жили в той квартире мы платили за ту квартиру и мы платили за ипотеку что касается платежа тоже здесь нет никаких секретов изначально у нас был платеж 15 тысяч рублей и что самое интересное сейчас подождем просто внимание ипотека у нас была на 30 лет и я знаю что многих эта цифра сразу же просто вгоняет в панику заставляет наверное мельца головой об стену но на самом деле это все в голове как бы странно это не звучало это все стереотипы почему мы взяли ипотеку именно на такой длительный срок конечно эта сумма размазывается у нас было в проделах там полутора миллионов то есть она размазывается на длительный срок и ты там если будешь платить по графику там каждый месяц там по 15 с половиной тысяч как у тебя все это по графику положено то ты выплатишь естественно там не полтора миллиона за эти 30 лет там три раза выплатишь свою квартиру свою ипотеку но зато у тебя очень комфортный платеж и первое время мы платили чуть больше для того чтобы даже эти 15 тысяч не для еще более комфортного по деньгам потому что ну мало ли что бывает жизни многие берут ипотеку там допустим у них платеж 50 тысяч рублей и получается что все хорошо когда у тебя есть стабильная зарплата если не дай бог кто-то заболел или тебя там уволили с работы а тебе все равно нужно каждый месяц эти 50 тысяч где-то искать отдавать банку то есть бывает такое что просто физически не можешь платить больше и поэтому ты эти 15 лет так и будешь по графику платить дай бог если все будет хорошо у нас ситуация стояла немножко по-другому потому что мы мыслили по-другому потому что мы не хотели жить это энное количество лет да и только за эту ипотеку выплачивать потому что мы хотели жить полноценными хотели одеваться путешествовать развлекаться ну и всякое такое в общем чтобы жизнь была во всей своей красе потому что это все таки я считаю лучшие годы твоей жизни и вот ради этих стен ну наверное это не совсем того стоит поэтому приняли решение взять ипотеку на такой длительный срок и у нас получился комфортный платеж хотя могу сказать честно даже с учетом такого ну небольшого до платежа сначала было тяжело потому что ты привык платить только 25 за съемную квартиру теперь тебе нужно еще сверху лет 15 искать где-то поджиматься где-то искать какие-то другие варианты и мы сначала немножечко так поджались и немножко стали больше бросать то есть у нас получался не 15 тысяч платеж допустим а 20 там либо 25 тысяч и таким образом у нас примерно за полгода мы смогли снизить вот этот вот ключевой платеж который мы по-любому должны каждый месяц платить до 10 тысяч рублей на этом мы остановились и дальше уже начали снижать срок так мы собственно делали на протяжении двух лет пока ждали ключи от этой квартиры и когда собственно эти ключи получили у нас стал вопрос о том что нужно скорее естественно избавиться от этих 25 которые мы платим за съем скорее переехать поэтому ремонт этой квартиры мы делали просто в кратчайшие сроки мы немного поторопились может быть там где-то что-то не доделали но во всяком случае мы въехали в квартиру в которой уже можно было жить чтобы понимали когда мы получили вручить были только бетонные стены кстати самое интересное посмотрите мои влоги о ремонте там есть буквально с первого влога как все начиналось как мы заходили в эту квартиру и здесь просто была фановая труба в туалете канализационной да там холодная горячая вода счетчики и просто все дальше там бетонные стены подготовленные кое-как там под финишное покрытие то есть принципе нам нужно было делать но просто все и когда мы въехали у нас естественно уже было готово практически все за исключением там какой-то мебели у нас была полностью готова ванна у нас был чистовой пол потолок и даже стояла кухня с устроенной техникой и кстати кто говорил что мы потратили безумное количество денег там 916 тысяч у меня в смете указано в целом на ремонт все говорили что вы вообще сумасшедшие люди нужно было этот миллион отправить лучше другое русло и купить тебе не студию допустим а хотя бы там двухкомнатную квартиру но чтобы понимали мне просто улыбают очень такие комментарии чтобы понимали на момент 2014 года у нас немножко другая ситуация была с финансами то есть мы рассчитывали на то что у нас есть сейчас вот у нас есть одобренная ипотека от банка и нас есть какая-то сумма на первый взнос мы это можем все сложить то что мы имеем по деньгам собственно то мы и рассчитываем если бы у нас был тогда дополнительный миллион который мы потратили на ремонт может быть мы купили бы что-то там другое побольше хотя честно говоря я не знаю и когда мы брали эту квартиру мы понимали что естественно это не навсегда да эта квартира какая-то такая промежуточная временная но что временно это самое постоянное как это обычно бывает и на самом деле сейчас мы в принципе довольны мы сделали ремонт так как мы хотим мы живем в комфорте мы живем в красивом интерьере который нам нравится который мы сделали по себе я не считаю даже что сейчас то какая-то такая супер временная позиция знаете вот в плане того что здесь вот живу временно поэтому здесь все разваливается мне на оборот хочется думать что сейчас самое лучшее время да ну когда-то будет может быть еще лучше когда у нас будет трехкомнатная квартира но сейчас тоже хорошо мы живем в красоте в комфорте в принципе там никто никому не мешают каждого есть личное пространство растет хороший замечательный малыш я думаю что нужно ценить то что есть сейчас именно жить сегодняшним днем кто знает что будет завтра в любом случае конечно нужно стремиться и таким образом мы ипотеку закрыли полтора месяца назад то есть вы понимаете что этот большой разбег в 30 лет естественно у нас получилось свернуть до получается трех с половиной лет ну чуть больше там три года и там 7 месяцев то есть мы полностью закрыли выплатили эту квартиру теперь она не является собственностью банка у нас нет никакого обременения и я хочу сказать что это все возможно главное с умом подходить к выбору квартиры выбору ипотеки да конечно безусловно хочется жить сразу в каких-то больших квадратных метрах но на тот момент повторюсь у нас была такая ситуация да мы были рады и такой квартире честно могу сказать я думаю что кто живет очень долго на съемных квартирах тот знает я просто очень много пожила на съемных квартирах и получается примерно восемь лет я жила снимая разные квартиры вот последняя квартира я на ней задержалась дольше всего пять лет я на ней жила и получается что если брать примерно 300 тысяч в год то за пять лет ты выплачиваешь практически там собственную квартиру да там ты те же самые полтора миллиона выплачиваешь ну какой-то хозяйки да там этого жилья за то что ты здесь просто живешь а здесь как бы хоть и квартира небольшая но зато она своя наверное на этом сегодня все я вам вкратце так рассказала нашу историю надеюсь что она была для вас полезная еще хочется добавить чтобы вы не боялись брать ипотеку и так же чтобы не боялись брать какие-то маленькие квадратные метры все живут по разному каждый живет по своим достаткам я думаю что нужно наслаждаться жизнью в этом плане здесь каждому своем недавно тот писал что зачем вы купили такую квартиру это просто конура нужно было купить дачу и жить на даче но знаете я не хочу жить на даче дача для меня там за 2 миллиона рублей это где-то глубоко в провинции такая дача которая будет вся в вагонке с удобствами на улице без всякой инфраструктуры но это просто не для меня я считаю что здесь реально каждому свое кто-то живет в городе кто-то живет на верхних этажах кто-то любит внизу же здесь как бы на вкус и цвет товарищей нет это конечно не 100 долларов чтобы всем нравится но нам нравится мы живем на свое такое очень уютное комфортное функциональное красивое гнездышко которое мы каждый день приходим проводим здесь время с удовольствием сейчас мы немножечко передохнем наберемся сил будем думать о том чтобы расширяться куда другое подыскивать себе в плане квартиры я желаю вам потрясающего весеннего настроения всех обнимаю целую и пока пока